Лекция 8. Постоянный электрический ток. Вопросы. Постоянный электрический ток. Законы Ома и Джауэль-Ленца в дифференциальной форме. Сторонные силы. ЭТС-голованические элементы. Обобщенный закон Ома. Правила Киргофа. Всякое упорядоченное движение зарядов называется электрическим током. Носители зарядов в проводящих могут быть электроны, ионы, дырки и даже макроскопическая заряженность частицы. Электрический ток характеризуется силой тока, величиной, определяемой количеством заряда, переносимого через воображаемую площадь за единицу времени. Для постоянного тока силу тока можно определить как ток равен заряд, деленный на время, размерность амперы. Кроме этого, для характеристики тока в проводнике применяют понятие плотности тока, которое является векторной величиной. Размерность плотности тока в системе Си является ампер на метр квадрат. Плотность тока пропорциональна скорости упорядоченного движения зарядов в проводнике. Действительное количество заряда протекает через поперечные течения проводника за единицу времени, приведена формулой dqn на e dv, где dv является объемом. Тогда плотность тока в векторной величине выражается как g равен m на v. Как мы знаем, при равновесии заряда, то есть при отсутствии тока, потенциал всех точек проводника имеет одно и то же значение, а напряженность электрического поля внутри него равна нулю. При наличии тока, электрического поля внутри проводника отлично от нуля, и вдоль проводника из тока имеет место падение потенциала. Таким образом, для существования тока в проводнике необходимо два условия. Первое, наличие носителей заряда, и второе, наличие электрического поля. Плотность тока в дифференциальной форме можно выразить через напряженность электрического поля и удельную проводимость, которая приведена в формуле. То есть закон Ома в этом случае выражается как в дифференциальной форме. Закон Ома в дифференциальной форме имеет векторное значение, где σ, это обратная величина с удельным сопротивлением. И размерность является Ом на метр минус первой степени. Есть размерность проводимости, который называется Siemens. Siemens, это есть единица на Ом. Как известно, проводник нагревается при протекании по нему электрического тока. Джауль и независимый ленц экспериментально установили, что при этом количество выделяющей теплоты определяется формулой Q равен и квадрат R умножить на T, где Q это тепло, размер джаулях, и это ток R сопротивления, и T это время. Проводник нагревается за счет работы сил электрического поля над носителями заряда. Данная работа также равна A и квадрат на RT. Заметим, что использован закон Ома для однородного участка цепи, и понятие силы тока, приведенным в выражение, можно придать вид Q равен А на И квадрат РТ и У и Т. И отражаем Q на У. Выделим проводники элементарный цилиндрический объем ДВ площадью поперечного лечения ДС длиной ДЛ. Тогда в данном объеме за время ДТ выделяется количество теплоты ДК, который выражен формулой. Разделив это ДК на ДВ и ДТ получим удельную мощность тока, то есть количество теплоты, выделяющееся за единицу времени в единице объема и называется Омега, который равен Сигму на Е квадрате. Опять же, Сигма это удельная проводимость Е напряженность электрического поля. Этот закон является законом Джауэль-Ленса в дифференциальной форме. Представим сторонную силу, которая вот при виде формы 7, тогда работа стороной силы на участке 1,25 будет равно по формуле определять по форме 8 и является скалярной величиной эта работа. Сторонной силой определяют, создают электрическое поле, которое приводит к протеканию тока. ЭДС на участке, приведенный рисунком, определяется по форме А1,2,С,Т делен на Ку и выражается интеграл, где ДЛ элемент длины проводящего участка цепи. Тогда ЭДС действующей замкнутой цепи определяется интегралом формой выражается формой 9, то есть ЭДС равна циркуляции вектора напряженности сторонных сил. В форме В6 приведено ЭДС, который зависит от работы и заряда. ДЕ электродивизующая сила, АСТ работа сторонных сил по перемещению заряда внутри элементов от одного полиса к другому, к перемещающему заряд. Участок цепи, содержащий источник ЭДС, называется неоднородным. Всякий источник ЭДС характеризуется величиной ЭДС и внутренним сопротивлением R. Тогда напряжение на концах участка выражается как Φ1 минус Φ2. Тогда закон ОМОД для неоднородного участка цепи имеет вид и равен Φ1 минус Φ2 плюс Е делён на R плюс малый R. Между падением потенциала напряжением У и силой тока проводники существует функциональная зависимость ИФ от У, называемая вольтамперной характеристик данного проводника ВАХ. Вид этой зависимости для разных проводников и устройств может быть разнообразным. Как показывает опыт, для многих проводящих материалов выполняется зависимость У равен ИНОР и получив название закон ОМОД. Для однородного участка цепи вольтамперный характерист является прямой. Коэффициент пропорционализ R называется сопротивлением. Размерность в ОМОД и сопротивлением зависит от удельного сопротивления от длины и поперечного сочения. Размерность в ОМОД, МЕГОМОД, КИЛОМОД, ГЕГОМОД. При соединении концов неоднородного участка цепи идеальным проводником образуется замкнутая система, в которой потенциал ФИ1 и ФИ2 выравниваются ими приходит закон ОМОД для замкнутых цепей и выражаться формулами И равен Е на R плюс R малое. Если сопротивление нижней цепи R большое равен нулю, то имеем случай короткого замыкания. В этом случае цепи течет максимальный ток и происходит нагревание замкнутой В этом случае цепи течет максимальный ток. При R бесконечности имеет разомкнутую цепь, то есть в этом случае ток равен нулю. Этот режим называется режим холостого хода. Как видно из рисунка U равен на и R и через выражающие R большое через R малое. при коротком замыкании U равен нулю. То есть φ1 минус φ2 равен нулю. Для разомкнутой цепи U равен ЭДС цепи. Теперь для расчета разветвленных цепей постоянно тока применяет правило Киргофа. правило Киргофа имеет два вида два закона. Два правила. Первое правило алгебраическая сумма всех токов сходящая в узле равна нулю. То есть это исходит из закона сохранения зарядов и выражается формой сумма И ИТ равно нулю. Первое правило является следственным законом сохранения зарядов и применим к узлам. Узлами называем когда число токов три и более. Второе правило для любого замкнутого контура выделенного внутри развлеченной цепи алгебраическая сумма падения напряжений на сопротивлениях равна алгебраической сумме ЭДС и выражается форма сумма И ИТ Р ИТ равна сумме К. Второе правило К. является следствием равенства нулю циркуляции электрического поля и является следствием закона сохранения энергии и мощности. При записи закон Керхов надо учесть направление контура. Соединение сопротивления бывает последовательными, параллельными и смешанными. при последовании соединения цепи ток цепи равна является константой, а полное напряжение складывается из напряжения отдельных на отдельных сопротивлениях. При параллельном соединении напряжение на резисторах на сопротивлениях является постоянной величиной и ток является суммарной на всех ветвах цепи. военнослужащих По росту